Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Матфея. С 46 стиха 12 главы по 3 стих 13 главы. Послушаем это евангельское изначало на церковно-славянском языке. Во время Оно, глаголющую Иисусу к народам, Се мати Его и братья Его стояху вне, ищущи глаголоти Ему. Рече же некий Ему, Се мати Твоя и братья Твоя вне стоят, хотящи глаголоти Тебе. Он же отвечав, Рече ко глаголющему Ему, Кто есть матья Моя, и кто суть братья Моя? И простир руку Свою на ученики Своя, Рече. Се мати Моя и братья Моя. И же боаще сотворит волю Отца Моего. И же есть на небесех, Той брат Мой и сестра, и мать ими есть. В день же той, ишет Иисус, Из дому сидяша при море. И собрашися к Нему народе мнози, Яко же Ему в корабль влезти, И сести, и весь народ на брезе стояше. И глагола им притчами много. Предлагаю прочитать этот текст Вместе в русском синодальном переводе. В то время, когда говорил Иисус к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, Желая говорить с Ним. И некто сказал Ему, Вот, Матерь Твоя и братья Твои Стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему, Кто Матерь Моя и кто братья Мои? И указав рукою Своей на учеников Своих, Сказал, Вот, Матерь Моя и братья Мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, Тот мне брат и сестра и матерь. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, Так что Он вошел в лодку и сел, А весь народ стоял на берегу И поучал их много притчами. Во время того, как Господь Наставлял учеников и людей, То пришли Матерь и братья Его, Но не могли подойти к Нему По причине множества окружавших Его людей. Необходимо отметить, Что у евреев братьями Назывались не только родные, Но также двоюродные и троюродные братья, Как и близкие родственники вообще. Упоминаемые здесь братья Спасителя В некоторых евангельских повествованиях Называются по именам Иаков, Иосия, Симон и Иуда. Сопоставляя рассказы четырех евангелистов, Можно заметить, Что матерью всех этих братьев Христа Была Мария Клеопова, Которую евангелист Иоанн называет Сестрой Матери Его. Мария Клеопова по преданию Была двоюродной сестрой Пресвятой Богородицы, Являвшейся единственной дочерью Иакима Иоанны. По преданию, Та Мария была женой Клеопы, Которой и был отцом братьев Иисуса. И так как родственники Христа по плоти Не имели возможности Лично приблизиться к Нему, То некто сказал Ему, Вот Матерь Твоя и братья Твои Стоят вне, желая говорить с тобою. Желая выразить мысль о том, Что духовное родство с людьми, Слушающими и воспринимающими Его учения, В его глазах было выше, Чем плотское, Спаситель вопрошает, Кто Матерь Моя И кто братья Мои? Ефимий Зигабен пишет, Так как он тогда учил народу И было неприлично оставить его И бежать к матери и братьям, То и говорит, Какая это у меня мать И какие у меня братья, Чтобы из повиновения им Я пренебрег пользуясь Столь многого народа. И так не унижая их, Сказал эти слова, А показывая, Что спасение погибших Он считает дороже повиновения Родителям и родственникам. И нисколько неудивительно. Ради этого спасения Он и благоволил иметь И мать, и родственников. Без сомнения, Кровные узы Всегда остаются той связи, Которую ничто не может порвать. Но также и верно и то, Что самыми глубокими И искренними отношениями В жизни являются Родство ума с умом И сердце с сердцем. Люди становятся по-настоящему Близкими и обретают Подлинную дружбу и связь Лишь тогда, Когда их объединяет Убеждения, принципы, Интересы и цели. Самый яркий пример Это наше стремление к Богу И единство, единение во Христе. Показывая, что все люди, Единственная цель которых Исполнение воли Божьей Являются по-настоящему Родными для Него, Христос добавляет, Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, Тот мне брат и сестра и матерь. Архиепископ Оверкий замечает, Господь всегда питал Нежное чувство к своей матери И даже вися уже на кресте Поручил ее заботам Своего возлюбленного ученика. Но тут, когда во время Произносимого им поучения К народу, Его хотели оторвать От этого, Он показал всем, Что исполнение воли Отца Небесного Для Него выше родственных чувств. Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, Тот мне брат и сестра и матерь. Наступление Царства Божия на земле Возможно лишь при исполнении Воли Божьей на земле, как на небе. Сам Христос в полноте явил это чудо. И Божия Матерь всей своей жизнью Была устремлена к этой тайне И приобщалась ей, как никто из людей, Являя родство со Христом Не только по плоти и крови, Но и по вере, смирению, Чистоте и любви. Когда человек направляет свою волю Согласно воле Божьей, То благодатной помощью Святого Духа И предстательством Пресвятой Богородицы Начинается подлинное сновство. И действительно, все люди – дети Божьи. А потому каждому человеку даруется равная возможность Вступить в родство с Богом Через исполнение воли Божьей. Исполнение воли Божьей является именно тем, Что дает человеку возможность Находиться в общении, единении со Спасителем. Только тогда исполняем мы волю Божию, Когда слушаем и храним Слово Его, Укрепляющее в душе веру И побуждающее любить ближнего И творить дела милосердия. Сила благодати, сокровенная в Слове Божьем, Укрепляет волю к исполнению заповедей Божьих, Постепенно возводя человека К совершенству и блаженной в вечной жизни. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Продолжение следует...